Привет, ребята! С вами очередной выпуск Гамбурга на Бегу подкаста, наверное, по-моему, уже шестой, если я ничего не путаю. Мы снова продолжаем вещать из самого центра Гамбурга на берегах канала Бляхен, Флит. У нас из окон практически видно шпиль Радхауса, ратуши, главного здания города, земли федеративной. Мы сидим рядом со зданием Старой почты. Короче, мы тут в самом историческом месте из старейшего региона Германии, наверное. Но в этом подкасте нет почти ничего о городе, об истории и всем таком. Мы просто два гамбургских русских блогера, которые обсуждают наболевшее, интересное, ну и вообще. Да, и практически всегда мы начинаем с погоды. Сегодня каждый раз, когда мы собираемся писать подкаст, погода выдает какой-то финт. Слава богу, я против говорить о погоде, потому что ты обычно монтируешь эти выпуски несколько дней, и они потом неактуальны, знаешь? А ты знаешь, что в этом наше с тобой отличие, а еще потому, что я живу здесь, в Германии, почти 20 лет, а ты живешь 5, да? Потому что немцы всегда, когда приходят, разговор начинается с погоды. Ну или про футбол. А что, как с тобой, Анастасия, говорите футбол? Да кто ты такая, да? Ну вчера вроде какой-то футбол был, нет? Был, конечно. В смысле, какой-то футбол? Не, на самом деле, вчера гамбургская команда играла со своим, как они называют, младшим братом Ганновером во второй лиге, обе во второй лиге. Такой заруб по второй лиге. Да, но это тот заруб, короче. Мы как-нибудь поговорим отдельно про футбол, но, короче... Я буду молчать и слушать. Да, Гамбург вел 3-0, и игра закончилась 3-3. Ну, я бы вот этим не гордилась вообще. Вот, понимаешь, у меня то же самое, просто проблемы с гамбургской командой, то есть ее не любят, есть там, особенно болельщики Ганновера, привет, Паша. Ой, болельщики Ганновера, болельщики Бремена. Вот, ну да, у них дела шатковалка. Они, это та команда, которая в последнее время подает, не то что пример, они подают, дают повод делать на них мемы. Ну, это прекрасно, слушай. Мемоемкость, так сказать, усиливают себе, ну, прекрасно. А еще, если когда ты ищешь название команды, аббревиатура HSV, HSV, то у тебя выдает какая-то, короче, болезнь. Что это у нас? Я понятия не имею. Загугли. Ну, это какой-то вирус какой-то. Ну, ладно, не будем о грустном, ни о погоде, ни о болезнях, а то мы с тобой как два старых деда. Я заметила, что во всех наших выпусках мы вначале минут 15 говорим о какой-то фигне, никому неинтересной, а потом разогреваемся, когда уже слушатели, подписчики уходят, им неинтересно, а у нас там огонь. Поэтому я сегодня решила сразу с огня не начать. А можно я добавлю еще? Еще я заметил, что... Что я похудела? Ну, это, конечно, смотрите видеоверсию, ребят, смотрите видеоверсию. Не, я хотел заметить то, что уже, наверное, тенденция это говорить о каких-то вещах, которых мы не смотрели или не слушали. Не, ну я это тоже осуждаю. Но сегодня я исправлю. Специально, специально за пять минут до включения микрофонов я Диме показала клип Евровидению, клип для Евровидения с выступлением нашей артистки Манижи. Это уже не новость, да, это объявили о том, что Манижи поедет на Евровидение от России еще в марте. Но на прошлой неделе, короче, оказалось, что Манижи уже там в суперфаворитах среди всех участников Евровидения. Вот этот клип, который я тебе только что показала, набрал уже 7 миллионов просмотров, там, меньше чем за месяц, там, за пару недель. И я хочу узнать твое мнение, Димасик, поскольку уже все на эту тему высказались, во-первых, там, все ньюсмейкеры и прочие люди и твиттеры уже все поговорили о том, что Манижа, ну, девушка таджикского происхождения, которая выступает с песней Russian Woman, короче, вызвала пригорание жоп в российском медиа-сообществе. И мне интересно, что ты на эту тему думаешь. Слушай, я прекрасно понимаю, почему там горит, ну, как это, песню про русских женщин поет таджичка, да, наверное, таджичка, я представляю, как там эти женщины, у женщин и у мужчин там пригорает, а не было какого-нибудь там созвона или прямой трансляции у Соловьева или у этих кричащих мужиков? Да, наверняка было, во-первых, Милонов там напрямую говорил, а Милонов прям сказал, что это какой-то фейк вот прям на нее, знаешь? Мне кажется, Милонов фейк и вообще это нейросети. Офигенно. Я считаю, что это мега круто сделано. Первые нотки, когда начались, я тебе сказал, что очень напоминает Звента Светлану чем-то. Это тема, не новая тема, скажем, ну, я в смысле, что касается Russian Power, Woman Power, то есть это феминизм, да, но как это преподнесено, это очень талантливо и очень круто. Ну как, с чувством юмора, во-первых. Во-первых, огромная самоирония. Это очень круто. Это она еще подтвердила тем, что когда на нее начались нападки о ее происхождении, она сделала фотосессию, где у нее там монобровь такая. Да, это очень супер. Это мега круто. И те люди, я вижу вот этих вот противников, как они с желчью брызгают такие. Манижа сидит просто. Ну это в целом о повестке, да? А вот об артисте, о номере твоей, вот, ты больше просто вхожешь в музыку, да, больше в этом шаре, чем я. Как тебе вот сама музыка, тексты, вот это вот явление на арене Евровидения вообще? Я говорю, что я начал с того, что тема типа не новая, ну, то есть феминизм. Ну как не новая? Нет, ну я имею в виду феминизм, то есть он сейчас, конечно, то есть волна феминизма большая довольно-таки, но я имею в виду, что уже многие об этом пели, там, я не знаю, Бейонсе и прочее. Ну тут очередная песня про феминизм, но сделана она совсем по-другому. И слава богу, она наконец пришла с Востока, да. Да, 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 наконец-то. И мне нравится смесь стилей, то, что понятно, она переходит с русского на английский, это понятно. Ты заметил, что это, по-моему, первая артистка из России, которая поет по-английски без сраного русского акцента, без позорного акцента. А мне наоборот, кстати, показалось. И причем это нарочито, мне кажется. Нет, нет, ну там есть пара фраз Russian woman, но короткие там припевы на английском, они сделаны нормально. Меня это порадует. Я скажу даже так, если там был бы и присутствовал очень четко выраженный русский акцент, это даже, наверное, шарма бы. Но эту фишку забрали себе уже Little Big, да, я помню. Блин, а Little Big, а, кстати, я когда прочитал про новость про Манишу, я думал, подождите, а как же Little Big, они же хотели ехать. А все, поезд ушел, я думаю, им сами уже. Нет, они отказались. Ну да, наверное. Кстати, у них одна из участниц умерла, которая... Ну, одна из первых участниц, она там совсем давно в начале была. Так вот, про Манишу, что ты уходишь к Little Big, к Маниже, сейчас важнее. Короче, там еще очень крутая предыстория, я сейчас, когда готовилась, я почитала. Манижа, девочка таджикского происхождения, ее дедушка был писателем там в Таджикистане, в Душанбе, его именем названа улица. Но он писал на русском языке, вся семья у них глубоко интеллигентная. Улица Манижная? Нет, нет, нет. Ее бабушка была первой женщиной в Средней Азии, которая сняла хиджаб и пошла работать, сказала, ебать, извините, ебать, я это ваше все патриархальное, мне надо работать и детей кормить. И это очень круто. И сейчас Манижа, сама вот эта вот девушка, она, кстати, моя ровесница, ну, на год она, по-моему, не младше, она уже много лет, во-первых, звезда Инстаграма, делает всякие каверы и так далее на разные темы, на разных артистов. У нее очень крутые такие небольшие проекты, но все, они как-то высоко не взлетали. И Манижа, на самом деле, очень глубоко занимается благотворительностью, в частности, поддержкой жертв домашнего насилия. По-моему, она еще там с Чулпан Хаматовой в фонде «Подари жизнь». Короче, она очень крутая, я посмотрела даже одно ее интервью или даже парочку, она живая, классная девчонка, которая, блин, впервые в жизни, я вот, знаете, это просто, знаете, такой голос 30-летних девочек, да, которые еще не женщины, не мамы, которые, знаешь, такие слегка с инфантильной стороны, возможно, которые боятся там заводить, с одной стороны, собственные семьи, а с другой стороны занимаются своей собственной жизнью отдельной, что-то делают для общества. И вот в лице этой Манижи я прям себя узнаю. Она впервые в жизни, знаешь, не тянется ни за какими идеалами, она не худая там, у нее... Она такая крепенькая девочка, при этом не скажет, что она толстая. Она открыто говорит, ну, то есть в ее рот вложено огромное количество моих собственных мыслей, и я такую симпатию к ней испытываю, вообще невероятно. Ты почувствовала поддержку с ее стороны? Я-то, знаешь, не могу сказать, что поддержку, и меня это развеселило, потому что это во многом же такой слегка юмористический номер, да, но он крутой, очень важный, слава тебе, Господи, Россия, хотя бы туда, на конкурс Евровидения, начинает говорить о таких вещах. Я очень-очень этому рада. Ты говоришь, он юмористический такой, юморной, но он поднимает очень важные темы. Конечно. И почему-то, я не знаю, у меня такая вспышка в голове, что очень часто тогда еще в Советском Союзе юмор использовали, чтобы прикрыть очень важные темы. Здесь так, то же самое история, так она работает. Иначе раньше, иначе не пропускали просто номера, ну, фильмы, взять Гайдая всего вот этого, Рязанова, да, вот. А ты думаешь, что возможно ли было бы, если бы эта песня была на серьезный щах сделана, без юмора, прям вот, прям вот вумен пауэр, с друг, ну, вот с тем же посылом, но более серьезно пропустили бы ее вообще? Ну, там на Евровидении, конечно, блин. Нет, нет, нет. От России, ну, смотри, это же был отбор Первого канала, ну, наверное, нет, потому что это делал Первый канал, да, у нее там были соперники Две Маши, кстати, лесбиянки. Они открыты? Нет, нет, они не открыты, но все понимают. Все все понимают. Ну, да, это как, не знаю, как Сергеем Лазаревым. В смысле? И Тер Матис, и Тер Матис, или Матис Антон Беляев. А, Антошка, блин, то вообще вот это конкуренция, я вам скажу. И, да, и зрители проголосовали за Манижу. И я понимаю, почему, потому что она обаятельная, она яркая, она суперпопулярна сейчас у молодежи, у тех, кто смотрит, когда я уже молодежью называю 15-летних людей, она суперпопулярна у них, да. Вот остальные два участника, они как-то больше уже на такую спокойную аудиторию, но постарше, которые могли бы как раз-таки не... Которым, наверное, не симпатична, может быть, тема феминизма. А здесь очень крутая песня, плюс еще вот эта тема, там есть несколько строчек, ты в 30, тебе уже за 30, а где детишечки, кому ты должна? Ой, боже мой, спасибо, моя дорогая Манижа, я к вам обращаюсь сейчас, если вы нас слышите, конечно, нет. Ну, это просто реально же, уже невозможно с этим жить. И вот это вот, ты должна часики тикают, а то начинается лет с 20 просто. Вокруг на тебя валят, если ты девочка в России, вокруг на тебя валят куча ответственности, о которой ты вообще не просила, которой ты не готова, и какого черта вообще лезете в мою жизнь. Короче, я очень рада, я буду болеть, и очень счастлива, что тема феминизма в России двигается с мертвой точки. Спасибо. Я очень надеюсь, что это будет не единичный такой, скажем, пикет, да, такая вспышка поведет за собой все-таки какое-то развитие. Жалко, что у нас на этой теме нет разногласий, иначе бы мы дискутировали побольше, но мы просто такие двумя руками, да, круто, офигенно. Если бы у нас с тобой были разногласия, Дим, мы бы с тобой не дружили, знаешь, по таким серьезным темам. В смысле тебе 30, и у тебя нет детей, да? Да, 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 но вообще про феминизм, вот плохие у меня все еще прогнозы в России, потому что общество уже делится на две половины. С одной стороны, есть вот эти умные, продвинутые 30-летние, и даже 20-летние, да, такие, как Манижа, а с другой стороны, есть огромная недвижимая машина вот этого наследия, так сказать, советских чиновников, которые феминизм уже причисляют к пропаганде ЛГБТ и вот этих вот вещей. И, во-первых, сама фраза пропаганды ЛГБТ – это смешно, но, тем не менее, она зафиксирована в законодательстве российском. Но время от времени какие-то идиотские обвинения включают эту пропаганду феминизма. Как будто бы, знаете, пропаганда, знаешь, жизни, пропаганда здорового питания, знаешь, вот это вот такие вещи. Да вы с ума там посходили? К сожалению, таких людей еще очень много, к сожалению, и это не только чиновники, но и очень массовое поколение, типа, наших родителей. Ну, я не беру персонально наших с тобой родителей, но возраст этих людей – это огромное количество людей, которые считают, ты дома сиди, не высовывайся, и вообще, ты должна рожать, твое предназначение быть не бухгалтером, а матерью. Конечно, если дальше углубляться, мы как-то об этом уже говорили, что даже у парней есть вот это вот понятие, что ему говорят все время, что он что-то должен. А что ты не женишься? Нет, ну, это тоже, да. Ты же понимаешь, что… А во сколько лет ты женился, кстати? Ты же понимаешь, что родители тоже нет-нет, но тебе говорят как сыну, например… Как надо. Ну что? А когда-то внуки. Я уверен, что, например, я не знаю, твой муж когда с мамой созваниваются со своей, что ему нет-нет, ну, прилетают такие вопросы. Нет-нет-нет, мы своих мам с моим мужем давно выносировали на эту тему, но вообще, конечно… Конечно, достаточно буквально пару раз тебя спросить об этом, у тебя этот вопрос засядет настолько глубоко, и если ты, скажем, не сильная личность, то ты не отсеешь его, а будешь комплексовать. И ты тоже будешь идти этим путем, да, конечно. Что мне пора, пора, не потому что я хочу, потому что так надо. Кто-то за меня это решил. Если вам говорят, что все время про детей, то нам говорят, что мы должны, например, быть кремнем, например. А знаешь, вот это, мужчины не плачут. То есть ты должен быть всегда сильным. Всегда сильным. Не позволять себе чувств никаких. Никаких чувств. Сильным, рассудительным, иногда строгим. А я не хочу быть строгим. Я не хочу наказывать, например, своих детей. То есть я хочу быть хорошим. То есть, понимаешь? И честным. И честным. Ну, то есть очень много моментов, где мы все кому-то что-то должны, и это такой конструкт, который хочется как-то разрушить. Да, все гендерные должные обязанности. Это такое говно, конечно, которое портит жизнь. Ну, во-первых, я чувствую это по нашему поколению. Знаешь, по мне, по тебе, по нашим друзьям, что наша школа, во-первых, больше всего этого прививала в школе. Что должны девочки, что должны мальчики. И просто так сильно это повлияло на характер и судьбу. И, блин, моё самочувствие сейчас, когда мне 30, это жесть просто. Уроки труда. Да, выбора же не было, не было выбора. Блин, когда девочки готовили там борщ или шили, да, я бы лучше бы там был, чем, блин, строгал эту грёбаную указку, который об нас же и потом ломали. Да-да-да. Но я, знаешь, я до сих пор смотрю, ну, например, смотрю на Ютубе какие-нибудь влоги американских или азиатских влогер, которые там занимаются какие-нибудь дуэт-йоселф дома. Я смотрю, как она там сама, эта девочка хрупкая, там с шуруповёртом что-нибудь закручивает или долбит стену, а рядом мужик ей подаёт палки. Я уже осознанная, уже тысячи часов просидевшая с психотерапевтом, я этому удивляюсь, понимаешь? Ну, нифига, она сама это делает, потому что в моей жизни немыслимо. То есть, как бы я не хотела избавляться от гендерных стереотипов в своей жизни, я всё равно даже примерно не знаю, как пользоваться вот этими инструментами, которые считаются мужскими. Хотя что там такого? Ну, палку какую-то к другой палке прикрутить. Ну, ёпара-сете. Я же, я сильный физический человек, почему я этого не могу делать? Но, тем не менее, это меня до сих пор удивляет. Вот у них там, в Азии в том числе, да, и в Америке нет вот этой хихи... Хотя, казалось бы, Азия гораздо более патриархатичная до сих пор, чем Россия. Но до сих пор приходится удивляться. Блин, ну, честно говоря, я правда... Я же в детстве вязал, например, дома. Мне мама показала, как вязать крючком, я вязал, например. И, ну, не знаю, в какой-то момент... Я не помню, почему я это перестал делать. То ли кто-то сказал, что это, типа, дела для девочек, то ли что-то. И я такой, ну, ладно, не буду. Ну, а в то время, когда, правда, на уроках труда ваш пьяный трудовик бросается какими-то инструментами, мне почему-то хотелось пойти к хорошей... Это прям натуральное насилие какое-то. ...людмине Николаевне, с которой мы прекрасно друг друга понимали, которая была одним из руководителей нашей КВН-команды. И, ну, не знаю, зато, зато потом мне, видимо, это где-то воздалось. Так как мы очень тесно общались с руководителем женской, девчачьей... Как? Девчачьих трудов, да? Короче, в тот момент у них в определенной части начиналась готовка. И, как ты думаешь, мы, как КВН-овская команда, у нас был проходной билет на пробу. Ну, хотя бы это. Мы тупо бесплатно питались в свое время. Какая прелесть. Это было очень круто. И я так с теплотой вспоминаю. Ну, вот, правда, готовка... Ну, во-первых, сейчас в России уже давно запретили готовить на уроках труда в школе, потому что там санпини и прочие вещи, да. То есть, когда я уже была школьницей, там, шестой, пятый класс, когда это все начиналось, там нельзя было готовиться. Это было запрещено. Знаешь, ты недавно тут спросила, какую пиццу у вас в школе готовили, и я вспомнил, какая разница у нас с тобой в возрасте. Ну, ладно, все. Сняли вопрос, сняли вопрос. Ладно, идем дальше. Идем дальше. Раз уж мы говорим такие серьезные темы, такие уже прям глобальные и серьезные и тяжелые, еще одна пригорающая на прошлой неделе история по Твиттеру и по всем СМИ прошлась о том, что Россия не согласилась с глобальной стратегией по борьбе с ВИЧ. Помнишь, да? Нет, я пролетела мимо меня, только рассказываю. Короче, это он разработал стратегию по противодействию вирусу иммунодефицита человека, там прошло большое совещание, и эту программу, эту стратегию не приняли две страны в мире, Россия и Иран. Я думал, Уганда. Ну, почти что да, как это в КВН, где ты есть или у кого-то из стендаперов России, ее воображаемые друзья Иранзи, Бабве, Абхазия, Приднестровье, вот это вот, знаешь, все. В общем, о том, что в России настоящая эпидемия ВИЧ, которую не признают власти, говорить принято только за пределами России. Официальные власти России этим не занимаются. Ну, ты помнишь вот этот большой фильм Дудя, почему он вышел, и почему это такая серьезная тема, потому что народ сам от этого отказывается до сих пор. Ну, кроме того, что, ну, это та фраза, о которой ты говорил, да, что половое воспитание родителей современной России отвергают, потому что считают, что это вредит, и выступают за семейные ценности. Так вот, официальная позиция МИД России по поводу этой стратегии ООН как раз была из-за того, что в этом большом документе нет ничего о семейных ценностях. Ты представляешь? Это жесть какая-то. То есть основное направление, насколько я понимаю, этой программы, это, ну, там, их несколько разных. В частности, МИДу не понравилось, что ООН собирается лечить наркоманов от ВИЧ. А у нас, типа, наркоманов нет примерно, знаешь, как... Примерно как геев в Чечне нет, так же и эта история. Короче, в России ни наркоманов нет, ни ВИЧ нет. Одни только семейные ценности и что там еще? И церковь в каждом районе. Да-да-да, скрепы. И скрепы. Ну, то есть у меня есть знакомые, которые занимаются вот этой темой ВИЧ и связаны с международной повесткой, и они говорят, что цифры в России сейчас уже выше, чем в Африке по распространению ВИЧ, да? Официально зарегистрированы больше миллиона, но реальная, говорят, цифра раз в 10 может быть больше. Так я не понимаю, а чего они боятся? То есть признаться или что в своей недееспособности в этом направлении? Это просто древняя какая-то, я не знаю, древняя какая-то махровая глупость просто, да, такой, знаешь, ну, это же связано с тем, что действительно надо будет водить в школе половое воспитание, надо будет наркоманам проводить заместительную терапию, которую делают сейчас только маленькие фонды, да, международные, которых обозвали иностранными агентами, которые делают это тоже не вполне, знаешь, свободно, потому что им надо в рамки закона укладываться. Но заместительная терапия – это когда жесткие наркотики заменяют, например, на метадон больничный, то есть он, это более слабый наркотик, это постепенный выход из жести, да. Да, 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 как это противодействует ВИЧ, потому что один из самых распространенных путев, один из массовых путей распространения до сих пор, в 2021 году, и благотворительные фонды в России, которые, да, иностранные агенты, они заменяют им шприцы бесплатно, и если есть возможность, в том числе и выдают вот эти вот какие-то наркотики, заместительная терапия, которая во всей Европе, например, сейчас это, ну и в Америке, это нормальный метод по возвращению наркоманов к жизни, хотя бы по предотвращению их смерти, да, потому что непонятно, что, где они там себе колют, а этот, этот, эти препараты, которые выдают бесплатно, они хотя бы там чистые, стерильные. Так вот, и официальную позицию МИН, да, я озвучила, и мне нравится, что нацелена на стратегия, это на лечение наркоманов и половое воспитание, и нет ничего здоровому образу жизни, пропаганде семейных ценностей среди молодежи. Это просто, это с позор. О чем мы можем говорить? Просто если буквально на днях, вчера или позавчера видел твит чувака, которому разбили лицо, которому как раз таки он публично признался, что он ВИЧ-инфицированный, то есть позитивный. Он дал интервью Ти-джорнал, потом начал получать угрозы в личку. А потом вышел на улицу, и он услышал, что сзади кто-то бежит, и со словами «ты пидортифозны», ему спидозны, да, ему дали в лицо. Это твитерский, да, твитерский парень в Санкт-Петербурге, Илья Бронский его зовут. Чувак, мы тебя поддерживаем. Илья Держись, ну там жесть ему, там прям сломали нос, перегородка в хлам, это такие вот вещи. А ты читала потом трет, когда он приехал в это самое, в больничку? Расскажи. Ну там мне понравилась вот эта, там фраза такая, я уже просто, ну, чем больше ты читаешь, тем больше у тебя фейсбал. Он там стоял, например, в травмпункте, и его спрашивают, а почему бы вы весь в крови приехали? Он говорит, ну как бы я сразу приехал. Меня избили. Ну, он говорит, надо умываться и потом приезжать. А что вы весь в крови здесь? Да, да, да. Не дай бог, простите, наверное, замараете или еще что-то. Не дай бог, мы вашей кровью заразимся, я полагаю. Да, б***ь, ты врач, ну е-мое. Понимаешь, настолько дремучесть даже врачей в России, если они уже на этом уровне, даже врачи дискриминируют ВИЧ-позитивных людей. Это ненормально и нездорово. Вот все обвиняют, знаешь, там люди, выступающие за скрепы, обвиняют Европу в том, что тут геи, наркоманы и вот это все распространение. Да, 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 вот почему за семейные ценности. Якобы в гетеросексуальных семьях ничего этого не происходит, ничего подобного. 63% ВИЧ-инфицированных, официально зарегистрированных в России, это гетеросексуальные женщины. Не наркоманки, никто. А знаешь, кто, как они об этом узнают? Они просто приходят, они беременеют от своего любимого мужа, приходят становиться на учет и впервые сдают анализ на ВИЧ. И там обнаруживается, что они ВИЧ-положительные. И как, блядь, извините, это произошло? Потому что ее прекрасная вторая половиночка там изменяет ей, употребляет наркотики, неважно что, это бесконечная сеть, которую невозможно остановить никакими сраными семейными ценностями. Просто каждый человек в России должен знать свой ВИЧ-статус в любое время жизни своей вообще. Женат, неженат, гей, гетеросексуал, кто угодно, ребенок, подросток, неважно, кто угодно. Потому что, знаешь, это вещь, которая, как бы, она безопасна в быту, да? Вот сейчас у кого-нибудь, одного из нас, будь ВИЧ-положительный статус, да пофиг, да мы с тобой в десны можем долбиться, извините за эту фразу. И ничего не случится. Потому что человек, даже сегодня, в 21-м году, человек ВИЧ-положительный, если он принимает антиретровирусную терапию, у него, он даже почти не может передать, у него там эта вирусная нагрузка стремится к нулю. Ну да, там же, как раз таки, у Дудя было, что вплоть даже до того, что ты можешь заниматься незащищенным сексом и ничего не произойдет. Ну, это как бы риски есть, конечно, но да, 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 об этом и речь. Но кто же об этом знает, господи, если у нас в втором пункте, врачи парня с ВИЧ-статусом обвиняют в том, что он в крови явно из-за своего дремучего страха, ну это же детский сад. Это даже не смешно, это страшно и позорно. Особенно о том, как официальный, блин, представитель России, министр иностранных дел заявляет о том, что мы не принимаем эту стратегию. Ну охренеть, теперь мы просто тут вот супер особенные. Это стыдно, стыдно. Это так же стыдно, для меня это звучит как антипрививочность, например, понимаешь? И отрицание болезни какой-то, например. То есть ты отрицаешь, что у тебя есть вот такая проблема, наверное, чтобы с себя снять какие-то обязательства. Да, я хороший, я вот боженьки схожу, помолюсь, детишек нарожаю и все, не надо, никакая это ваша иностранная зараза меня не коснется. Ребята, запомните, в России эпидемия ВИЧ, в России больше ВИЧ-положительных людей, чем в Африке. Мы продолжаем. Едем дальше, давай чуть-чуть веселее. Дима, есть у тебя какой-нибудь фильм, который ты готов смотреть бесконечное количество раз снова и снова? О, да. Какой? Я на самом деле поймал себя недавно на мысли, что я очень часто смотрю, не самопроизвольно я его включаю, но всегда, когда я на него натыкаюсь, я его смотрю до конца. Что это? Это «Дом у озера» с Киану Ривз и Сан-Де Гоу. Ой, это сопельки розовенькие, тебе надо было на уроках труда идти вязать. Не, ну он правда очень милый, а есть еще один фильм, который я очень много раз смотрел, это «Индиана Джонс и последний крестовый поход». Ладно, сколько часов в своей жизни ты готов потратить на то, чтобы пересматривать «Дом у озера» снова и снова? Не знаю, я чересчур люблю новые ощущения, чтобы постоянно... Короче, как тебе новость? Фанат Марвела из Флориды по имени Рамиро Аланис посмотрел финал «Мстителей» в кинотеатрах 191 раз и установил мировой рекорд Гиннесса. Чувак потратил 576 часов, то есть 24 суток, на то, чтобы посмотреть финал «Мстителей». И говорит, что для этого, для того, чтобы установить этот рекорд, ему пришлось выпасть из социальной жизни. Он потерял 7 килограмм и чуть не вылетел с работы. Ну представляешь, это какая реклама для Марвел. Во-первых, ты теряешь вес. Слушай, во-первых, Марвел не нуждается в рекламе, начнем с этого. Ну подожди, сейчас не знаешь, сейчас эти самые, сейчас с кинотеатрами проблема. Ну, хороший вариант потерять 7 килограмм, я вам скажу. 24 суток, это прям, ну... Марвел, финал «Мстителей» я тоже смотрел много раз, его как-то крутили зацикленно у нас на кабельном, я нет-нет, ну смотрел. То есть ты где-то приближаешься к чуваку. Ну это такой аттракцион прикольный, не, ну офигеть на самом деле. Если бы мне платили каждый раз, когда я смотрю Марвел финал, смотри, снег идет. Да, снова снег, да. Снова снег у нас апрель в разгаре. Опять метель. Но зато... Что ты меня перебиваешь своими потрясающими музыкальными познаниями, зато чувак сфоткался с героями, с актерами, получил кучу подарков и вообще его теперь страшно любят. И вот даже где-то в далекой, на другом конце планете сидят двое русских блогеров и обсуждают. И, честно говоря, завидуют. Знаешь почему? Потому что я очень хочу в кино. Я в последний раз была в кино на «Джокере», получается, аж полтора года назад, год с чем-то. «Джокер»? Они 19-17 выходили смотреть? А, или 19-17. Что позже вышло? 19-17, мне кажется. Или «Джокер». Они были оба приятели. Где-то, мне кажется, одновременно. Ну, это было больше, чем год назад. Но, кроме того, здесь, в Гамбурге, я не хожу в кино на немецком, потому что я еще ни хрена не понимаю в кино на немецком. Во всяком случае, до того, как они закрылись, кинотеатры, я ни хрена не понимала по-немецки. И мы иногда с мужем или с подругами ходили, если где-то показывали фильмы в оригинале. Но говори названия, чтобы люди, которые живут в Гамбурге, тоже знали, что где-то проходят сеансы в оригинале. Во-первых, ну, сейчас нигде, но время от времени на разных, почти на всех киноплощадках показывают фильмы в оригинале, в том числе в сети «Синемакс». Время от времени «Джокер» я смотрела в «Синемаксе» на «Домторе». У них есть, там, то ли, типа, каждый четверг было, я сейчас точно не помню, у них даже русские картины показывали в оригинале на русском языке. А, ну, это когда привозят, да, не каждый четверг, но это там один или два показа обычно. Есть такие кинотеатры, как «Совой» и «Абатон». «Совой» и «Абатон» привозят иногда, но там тоже один-два раза. Несколько, ну, показ один или два показа какого-нибудь нового русского фильма. Например, фильмы «Квартеты» и пару раз я посмотрела, по-моему, в Гамбурге даже. А еще в Гамбурге проходит каждый декабрь, ну, в этом году не было, но каждый декабрь проходил русско-немецкий кинофорум, знакомые его проводят, приглашают режиссеров. Вот. И он проходит в «Метрополис». Это рядом, где этот, Ксинг прям. Когда вырастим, надо будет им помочь с организацией, потому что, когда я за ними наблюдала, это выглядело все очень грустненько и незажигательно. Все очень серьезно было. Да незажигательно и неизвестно. Но, с другой стороны, действительно, когда ты хочешь сделать мероприятие без денег и без возможностей, очень мало шансов, что оно пройдет действительно очень круто. У нас аж небо потемнело от вьюги. Это жесть прям. Что творится за бортом? Я вчера смотрел фильм «Наконец-то», я нашел время и желание. Я посмотрел «Джентльменов» Гая Ричи. И это, честно, я получил прям удовольствие. Ой, вот что я посмотрю сегодня вечером. Короче, следующий у меня еще стоит на списке – это «Достать ножи». Тоже такой шикарный состав. Но у Гая Ричи он такой, блин, и там снимается Мэтью МакКонахи, снимается… Посмотрю ночью одна. Там вообще этот… Форелл, Колин Форелл. Ну, вообще, просто персонажи все крутые очень. Ну, не знаю, я не буду рассказывать, короче, но у Гая Ричи всегда это бандитская тема Лондона. Вот. И тут очередная бандитская тема по-новому преподнесена. Ну, не знаю, чем Гая Ричи может удивить создателей сериала «Бригада». Вот уж «Бригаду» я, кстати, тоже недавно пересматривала, представляешь себе. Не знаю, может быть, несколько месяцев назад, возможно, долгими декабрьскими вечерами включила. Там есть на Ютубе, знаешь, подборки все серии подряд. Я как-то включила «Бригаду». Как я смеялась просто, знаешь, с высоты своего уже возраста, опыта и даже общих представлений о кинопродакшене. Боже, какое там все милое, наивное. Там местами просто даже видно, что на съемочной площадке просто нет микрофонов. Стрелять будут по мне. А зацепят вас. Мы с первого класса вместе. И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе. Короче, ну «Бригада» — это мило. Это, знаешь, я люблю иногда пересматривать старые сериалы из своего подросткового возраста или старые фильмы из своего детства, которые я любила, они малоизвестны. Чтобы как бы вернуться к своим ощущениям и пересмотреть их, пересмотреть их, свои ощущения сейчас во взрослом возрасте. Это очень крутой опыт. Я небольшой как бы киноман, но вот эти, знаешь, ретроспективные взгляды мне нравятся очень. Ну подожди, а вот здесь я с тобой, наверное, не соглашусь. Потому что может нарушиться магия. Потому что раньше, смотря какие-то фильмы, у тебя вообще накопился такой пласт, связанный с этим фильмом и с теми ощущениями, которые были. И когда ты его включаешь заново и смотришь сейчас нынешними глазами, у тебя все рушится. Ты знаешь… По крайней мере, с фильмом «Индиана Джонс и последний крестовый поход» у меня это не происходит. Он такой же шикарный, но есть куча фильмов, которые вот так вот сломались и… Ты знаешь, я не очень берегу эту магию, просто потому что сейчас, спустя, не знаю, 20 лет после того, как я любила какой-то фильм, я просто о ней уже не помню и не забываю. Мне не так важна магия, как мне интересно исследовать себя, исследовать свои чувства. Я четко помню свои воспоминания, я четко помню, как сильно я любила какой-нибудь один фильм, который был взрослый фильм, например, а мне очень хотелось его посмотреть заново-заново. И я, например, сильно любила фильмы Павла Чухрая. Их показывали… Ну, там, ты знаешь, всякие там «Вор», вот эти вот всякие вот… Что же там еще было? Короче, это такие фильмы, которые часто показывали по телеку, но они явно взрослые, но как они мне нравились и… Ну, я при этом не понимала же до конца там смысла, о чем это, как это работает, да, о том, что фильм «Вор» на самом деле там такие, как называются, очень крутые смыслы, очень крутой сюжет. Но это немножко другое. Это да. И мне интересно возвращаться к своим чувствам. Я же как бы тут занимаюсь исследованием себя, да, скорее всего. Это мне намного интереснее, чем получать какие-то художественные впечатления. Вот. Я, наверное, больше говорил про другое. Например, про какие-то, наверное, менее сложные картины. То есть сейчас то, что ты рассказала, у меня то же самое с книгами. То есть какие-то книги из школьной программы, да, мы это читали. Ой, ну школьная программа это вообще… Которые ты тогда читал только потому, что тебе нужно было прочитать. Ну да, как можно в шестом классе преступление и наказание понять? Ну вот, да. Именно поэтому я уже в осознанном возрасте перечитывал мастера и Маргариту. Весь этот список прошел. Бог нам дал любовь, а с ней снова крылья за спину. И сошла с ума Маргарита вслед за мастером. Это я Баста сейчас. Баста. Кстати, не понял. Ну, короче, да. Есть такие фильмы, которые у тебя как-то так зацепились. Я не знаю, почему. Часто это связано… У меня это, например, фильмы ужасов или какие-то сай-фай фильмы. Там, знаешь, «Газонокосильщик» или прочее. То есть те фильмы, которые держали тебя прямо в напряжении, когда ты смотрел, ты не мог спать иногда из-за них. А потом ты сейчас включаешь и такой… Был безумный фильм, то ли польского происхождения, я называл… Что-то про змей связывало. То ли там… Короче, там нашли какую-то штуку. Короче, там очень много было змей. Там что-то такое происходило. Очень страшно. Я тогда… В каком возрасте я это смотрел, не знаю, но я ссался знатно. Недавно нашел его, посмотрел… И все, и не страшно. Я его весь не смотрел. Я так даже покликал, а понял, что же это за говнище. Но это же, видишь, это тоже о тебе говорит, о твоем внутреннем мире, о твоей неуемной тогда фантазии, о твоем огромном поле для впечатления и о твоей чувствительности. Вопрос в другом. Мы сейчас с тобой немножко по-разному к этому подходим. Я сейчас, чтобы закрыть эту тему. Если сейчас стоит выбор, посмотреть старый фильм или новый, я буду смотреть новый. Потому что я хочу, типа, что-то новое для себя. То есть у меня вот этот порыв – новое, новое, новое. Дайте мне новое. Новое я люблю смотреть только в кино. Дома по телеку я не получаю удовольствия, откровенно говоря. Поэтому дома по телеку я смотрю всякие ток-шоу, влогеров. Ну, телек я имею в виду YouTube, да? Понятно, я… У меня есть телек, но у меня нет никакого телевидения. Меня смотрела? Ну, знаешь, не так. Без удовольствия. Черт, а я так старался, а? Да, кстати, если вы не знаете, ребята, у Димы все еще есть свой авторский личный канал Дмитрий и Лензер на YouTube, с которого, собственно, на Гамбург было есть пошел. Когда мы с ним два года назад, кстати, где-то в это примерно время, мы с тобой уже начали переписываться, когда я тебе писала проклятие про то, что нельзя есть селедку в Нордзее, и тем более рекомендовать ее людям, и что надо идти в Брюки-10. И сама улетела в Таиланд, и после Таиланда мы с тобой встретились в Брюки-10 на Пелис, и я такая посмотрела пару твоих роликов, думаю, блин, как классно делать, ну какой стыд у него там по содержанию, ни структуры, нифига, и, короче, решил тебе сказать, давайте я помогу. Вот помогла. Но ты не сказала, типа, фу, какое это, ты бы сказала, можно сделать лучше. Да, я так сказала? Да. Да? Да. Ну, может, чтобы меня не обидеть. Нет, я говорила, фу, какое говно своему мужу, когда мы вместе смотрели, ну, то есть он прям не мог посмотреть целиком там выпуск какой-то про, по-моему, как ты гулял по порту, у тебя тема была заявлена 10 мест в порту, мы включили. Типа такой влог получился какой-то, много воды. Да, 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 у тебя получился влог, который не соответствовал теме, много воды, и нет разграничения, что такое, первый, третий, пятый, десятый, не было динамики, при этом у тебя там и художественный взгляд, и сам ты классно в кадре смотришься, и говоришь даже нормально, даже без моих текстов. И я такая, ну, значит, я тебе помогу, и вот, помогла. Ну вот, да, теперь сидим в центре Гамбурга, записываю. Да, полноправный соавтор проекта, продюсер Гамбурга на бегу. Теперь прикольно же, если вот посмотреть за два года, сколько всего произошло, и если бы не чертова корона. Если бы не чертова корона, мы бы уже тут были рок-звездами, хотя мы и так почти что уже, мы такие не рок, а такие, знаешь, звезды андеграундной сцены. Ну да, у меня есть свой канал, я хочу возобновить его, как бы, полноценное действие, там я буду рассказывать, скорее всего, более технические какие-то штуки, то есть мне интересно рассказывать про то, как мы снимаем Гамбург на бегу, то есть такое, возможно, там будет какое-то закулисье, может быть, блоги. Может, нам надо пригласить волонтера бэкстейдж-оператора, как ты считаешь? Ну, пишите. Когда можно будет какого-нибудь третьего? Пишите, с удовольствием, на самом деле. Или, честно говоря, нужны руки, которые будут делать монтаж или даже снимать за кулиси. Но денег у нас нет, учтите, денег у нас нет, мы сами работаем бесплатно. Если бы были деньги, мы бы, наверное, уже давно Мы сами работаем бесплатно, ездим на метро и все такое, и не всегда даже берем в аренду тачку. Сегодня, кстати, еду в автобусе, параллельно со мной стоит тачка Мерс такой черной, и в глазах этого чувака такое презрение я ощутил. Я думаю, да пошел ты. Ну, я талантливый. Мне хотелось ему сказать, а знаешь, а у меня есть машина. А меня на улице узнают. Блин. Ну, правда, он так, знаешь, еще сидит такой, посмотрел на меня. Да, я тоже недавно тут на велике каталась, на днях открывала сезон, на теплые дни тут были, каталась на велике, и мне на велодорожке передо мной на широкой улице остановился большой, красивый белый Мерседес, который я рисую себе в мечтах на цели и планы через пять лет. Стоит прямо на велодорожке, слева такое напряженное, активное движение, прям проспект. И начинает темнеть, а я в очках плохо вижу, если темнеет, но не просто плохо вижу, я не вижу объема предметов. То есть я не вижу, высокий тут бордюр или нет, смогу я его объехать или нет. Объезжать по левой стороне, выезжая на полосу автомобилей, тоже так себе. Короче, я останавливаюсь и таким лицом смотрю на этого мажора, молодого, двадцатилетнего, турецкого мажора, возможно, курдского или иранского, я не разглядела в темноте. Восточного. Восточного, двадцатилетнего мажора, который ничем не, ну, как бы, просто своим наглым лицом посмотрел на мое возмущение, я так звенела звоночком, я так на него посмотрела, надеюсь, он там обоссался от страха, когда я обходила его по тротуару. Восточный мажорчик на белом Мерседесе, а там дальше? Не знаю, это песня. Восточные сказки знаешь? Песню я такую не знаю. Дима, вот ты любишь шутить про перформансы и инсталляцию. Я? Ну да, уже как-то обсуждали, это перформансы или инсталляция. Короче, вот никогда еще шутки не были так близки к реальности, я тут прочитала прикольную новость. В Сеуле посетители выставки случайно испортили картину за 500 тысяч долларов. Знаешь почему? Почему? Потому что картина выглядела таким образом, это огромное полотно, установленное на, ну, на, короче, на такой подставке, как будто бы ее только сейчас пишут, рядом с ней установлены открытые баночки с краской, кисть. В общем, выглядело все так, как будто бы это предмет коллективного искусства. Ну, бери и имаж. То есть, как бы, если это коллективное искусство, бери имаж, то это перформанс. А на самом деле это была инсталляция. Художник так задумал картину, чтобы было ощущение, как будто бы она вот только что закончена, где-то еще дух творчества витает. Короче, двое молодых ребят, парень и девушка, взяли красочку из этих баночек, что-то намалевали там. И цена работы 500 тысяч долларов, да. К счастью, галерея и художник не стали никак ребят наказывать. Но художник принимает решение, будет он ее реставрировать или нет. Но я, честно говоря, знаешь, если бы мне показали до и после, я бы никакой разницы не заметила, потому что это было такое огромное полотно с оляпистыми какими-то пятнами. И я думаю, что художник еще может накинуть туда немного тысяч долларов, десятков тысяч долларов именно вот из-за этого происшествия, это прикол. Да, пусть скажет спасибо, что не написали слово из трех букв там. Блин, ну да, инсталляция. Как ты вообще к современному искусству относишься? А как я могу к нему относиться? Ну, ты там шаришь, не шаришь? Нет, вообще не шарю. Вообще? Вообще не шарю. И в этом я чувствую себя очень уязвимым и даже, наверное, стыжусь немного. Нет, ну подожди, тут же смотри, если что еще понимать под словом искусство. В этом я, то есть когда дело касается искусства, я обратно такой, ну скажем так, ой, я крутой, я там разбираюсь, кино, там все дела. Когда дело о искусстве, я такой, ой, а я опять мальчик из маленького города казахстанского такой, а я не знаю, что тут делать. Вот смотри, ты сейчас сам себя запираешь в эту роль. На самом деле, короче, я тут поняла, современное искусство это, короче, абсолютно открытое для всех пространство, потому что под современным искусством наконец-то можно понимать не какие-то изобразительные навыки, да, не там, где ты учился много лет в художественной школе и умеешь идеально написать чей-то портрет или какой-то там пейзаж. Современное искусство, оно, ну вот из-за того, что сильно меняется время, из-за того, что у зрителя, у употребителя искусства сильно меняются там предпочтения и скорости, теперь художник вкладывает в любой предмет своего искусства гораздо больше, чем просто изображение. Там обязательно должны быть какие-то дополнительные смыслы, вот как я шутил, как здесь оказалось, да, перформанс или инсталляция, непонятно что, но это самый простой пример. И вот современное искусство, предметом современного искусства является не картина, а вот этот мыслительный процесс в голове зрителя, да, мыслительный или чувственный. Получается, хотя художники, даже эти все современные, которые мажут там жопой по полотну, членом там какашки размазывают, продают это за 500 тысяч долларов, люди со стороны говорят, что это за мазня, да, я могу не участь в художественной школе такое сделать, а нет, на самом деле. На самом деле художники, все, которые даже мажут эту всю мазню, они на самом деле очень продвинутые люди, глубокие, и им там, конечно, сейчас не обязательно кончать академией, да, но нужно обязательно включать какие-то смыслы. То есть современное искусство, оно выходит с плоского пространства на такое, на объемное, и проникает тебе в голову. Короче, Дим, я к чему веду-то, наш проект — это тоже современное искусство. Так что вот я пытаюсь тебя к этому притянуть, о том, что ты тоже художник, видишь? Если обобщать, то ты вообще прям художник. Не, понимаешь, стыд у меня связан не с тем, что я не разбираюсь в искусстве. Стыд связан с тем, что я ничего не делаю для того, чтобы это изменить. Я, например, не хожу в музеи. Я здесь ни разу не был в музее. Ну, это просто твой... Не, вру, вру. Это просто деревня. Один или два. Ты деревня просто. Понимаешь, вот эта вот деревня во мне, ее я стыжусь. Но если ты ее стыдишься, бери и ходи, господи, это же очень легко. Ну, корона, я не могу пойти. Я бы с удовольствием, если ничего, с часами бы там пропадал. Короче, есть такая серия книжек на Амазоне. Берешь каждый месяц... Документальный сериал называется «Абстракт арт оф дизайн». Ну вот, у меня есть эта книга, по-моему. Я советую, ребята, кстати, есть русская дорожка. Смотрите, наслаждайтесь. Я смотрел про норвежского или датского дизайнера, который работает со светом. Просто фантастик. Вот, видишь, сейчас художники, это не только люди, которые красят красочку. Это дизайнеры, это осветители, это ты, видеограф, режиссер видеомонтажа. Это кто угодно. Даже я, человек, работающий словом, я, если хочу, я тоже могу сделать какой-то арт-проект, который может вполне себе являться современным искусством. При этом я не умею там красиво нарисовать дом и кружочек по ровной линейке нарисовать. Поэтому, видишь, современное искусство гораздо шире, и не надо как бы стесняться, не надо говорить, а я не помню, не отличаю Шишкина от Левитана, например. А Тищенко знаешь? Тищенко знаю. Но это тоже об искусстве. Блин, я всегда, когда тема заходит про искусство, я вспоминаю именно этот момент, о чём говорят мужчины. А, Тищенко, да, да, слышал что-то. Ну, это такое, значит, это смешно, но это такая шутка, такая прям плоская. Нет, нет, но это шутка же не про искусство, а это шутка про людей. Я вижу в этой шутке именно шутку про людей, то, что он не может смириться или не может сказать вслух, что я не понимаю, понимаешь? А вместо того, чтобы он сказал, что, ребята, я не понимаю, кто это и что это стоит, например, он говорит, ну да, да, да. Ну, ты же знаешь, вот, может быть, я сноб, но мне не нравится, когда невежественность изображают в симпатичном свете. Ну, блин, тем более такие люди с таким мощным рупором мнений, как «Квартет И», ну, ребят, ну, не знаю, как бы я не запрещаю людям не знать, не разбираться и не интересоваться. Но... Другой пример. Но гордиться тем, что ты не знаешь. Фильм «Один плюс один», где там слуга начинает рисовать тоже картину. Не говори слово «слуга», потому что это чувак черный, он сиделка. Он сиделка, да. Да. Он рисует там картину, что-то молюет, бросает там, мажет, короче, и это впаривают, реально впаривают за большие деньги. Ну, я тебе объясню, почему. Потому что как раз-таки... Было наделение смыслом, произошло наделение смыслом. То есть кто угодно может сделать эти пятна на полотне. Но стоит она 10 тысяч евро... Эта картина стала такой дорогой только потому, что главный герой, не тот, который нарисовал, а его этот... Который в инвалидном коляске был. Его подопечный. Он продал ее другому человеку, описав ее вот так вот. И это уже... Ну, это же история Стищенко. Нет, нет, нет. Подожди, совсем другая история. В моменте Стищенко, мы говорим сейчас о фильме «О чем говорят мужчины», там история с невежественностью показана в симпатичном свете. Типа, ну, я не понимаю, и вас, дурачков, обманул, и вы поверили, ха-ха-ха. Не понимаю, да и вообще не буду понимать, и не собираюсь. Говно. Ну, то есть, Стищенко и делают вид, что это пипец как дорого. На самом деле, вот здесь история про то, что невежественность, неразбираемость в искусстве показывается симпатичным. С тех пор все, кто не разбирается, знаешь, грубо говоря, пишут G6 с буквой И, говорят, да, это моя позиция, я не хочу меняться. Да, блин, открой глаза чуть-чуть, да, и просто прочитай одну статью Википедии, что такое современное искусство, и все поймешь. Я тоже не разбираюсь глубоко, но я хотя бы уже G6 с буквой И не пишу, потому что я эту одну статью Википедии прочитала, и в ситуации фильмы 1 плюс 1, там, где действительно, то, о чем я говорю, сделать цветные пятна на полотне может хоть курица, но наделить это смыслом, вот это стоит денег. То есть это два человека сработали как один художник, понимаешь? Вот. А вот, так что это разное, 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 разное. Не пиши букву И в жире. Что-то хотел сказать тебе, добавить по поводу... Хрен меня перебьешь, раз ты сегодня в ударе. Нет, я не хотел перебивать как раз-таки. Про искусство все-таки сводится к тому, что... Как ты относишься к тому, что люди начинают спорить о искусстве? То есть один другому доказывают, что белое — это красное, а красное — это белое. Ну и вот этого. Я считаю, что вот это прям, ну не знаю... Что? Ну и у нас же это же очень объективная точка восприятия. То есть ты пытаешься... Субъективно. Субъективно. Да. Объективно. Субъективно. Субъективно. Ну-ну-ну, это только мы... Хорошо, каждый воспринимает это по-разному, и убедить другого человека в правоте своего мнения. Да, это глупость. Это такая же глупость, как доказывать правоту, блин, в Твиттере и как... Да, да, болельщикам Спартака. Да, абсолютно я с тобой согласна. Но если люди получают удовольствие от этой дискуссии, от этого спора, да пожалуйста. Это же наоборот очень круто и интересно. Там как это... Мне еще на первом курсе в книжках по античной литературе кто-то там сказал, что в споре рождается истина, да? Кто же это мог быть? Так вот, и если людям доставляет удовольствие спорить о вкусах, спорить о кино, спорить с болельщиками Спартака, да пожалуйста. Ну то есть ты же в этом сам развиваешься, когда ты споришь. Твой оппонент в этом развивается, когда ты с ним споришь. Но пытаться доказать, не знаю, посторонним другому человеку, что Бурундук не птичка, ну это глупость. Если ты споришь с прицелом доказать ему, что он идиот, но это неправильно, да? Это другое. То идиот, скорее всего, тоже ты, да? Да, да. Потому что ты... Просто есть люди, которые не различают вот это вот понятие, когда они приходят со своим мнением и тебе говорят то, чего ты как бы и не просил. Ну мне как бы... Я не хочу, например, сейчас вести дискуссию, там, например, о искусстве, там, человек приходит с флагом такой и говорит, нет, твое мнение неправильно. Да мне насрать вообще-то как бы. Да. Это мое мнение. И спорить я не собираюсь. Я ни мнения, ни совета не спрашивал, да. У меня, кстати, на тему того, чтобы тебе приходят незваные гости и что-то говорят, есть такой вопрос. Ко мне незваные гости? Нет, вообще. Люди приходят и говорят тебе, например, что приносят сплетни. Ага. Вот как относиться к тем людям? Ну вообще, вот смотри. Есть ты, есть другой человек. Он вроде бы как делает доброе дело, приходит к тебе и говорит, что про тебя там гадость им говорят. И он вроде бы как бы сделал и передал тебе информацию, которая тебе раскрывает глаза. Но с другой стороны, я как бы ничего не знаю. Прекрасно сплю. Все нормально. И как только этот человек приносит мне добрую новость, блядь, все идет коту под хвост. И теперь, во-первых, я и его не люблю за то, что он мне принес. Еще и тех людей ненавижу, потому что они обо мне так говорят. Как быть? Вот что это, блядь, такое? Но поступи мудро, отруби голову Гонцу, который принес плохую весть. Ну как бы, ну у меня тоже, у меня плохое сразу отношение к человеку, который мне, типа, сделал, ведь что он рассказал что-то, что говорят за моей спиной, под видом доброго дела якобы. На самом деле это никакое не доброе дело, это дальнейшее распространение сплетен, а сплетни, ну это такое. У меня тоже тут вокруг пару раз за последнее время возникали моменты, где я вижу, что просто люди, с которыми я общаюсь, могут там заниматься распространением сплетен, и ну это противно, просто противно. У меня, к сожалению, большой опыт связанный со сплетнями, у меня там был опыт буллинга в школе, и там тоже много чего там говорили. И самые мерзкие вообще люди за всю мою историю в моих глазах, это были подружки, подружки, в кавычках, которые очень грустными глазами подходили и говорили, Настенька, ну у тебя про тебя там вот такое говорят. Да пошла ты на, просто, почему ты меня не защитила, если ты моя подруга, зачем ты мне это говоришь сейчас. То есть я сама, кроме того, была недавно, ну как недавно, может быть, пару лет назад, в ситуации, где я узнала там один факт о муже моей знакомой, например. Он там не указывает напрямую на измену и так далее. Но я сначала посчитала нужным сказать ей, но, как я написала это в Телеграм, пять минут промучилась и удалила, не дождавшись, что она это прочитает. Потому что я считаю, что, ну, во-первых, меньше знаешь, крепче спишь, во-вторых, мне вмешиваться это во всё для себя дороже, во-вторых, может быть, ну, это, знаешь, такой этический вопрос. С одной стороны, подруга, которая потом узнает, что я знала, если вдруг, то она на меня обидится. Ну, блин, я не хотела ничего вам портить. Сами разберитесь. Брак — это всегда сложная история, и вообще тут я ни при чём. В общем, я, по возможности, стараюсь воздерживаться от передачи сплетен, от передачи достоверных знаний своим подругам. И очень я люблю людей, которые мне приносят плохие новости. Знаешь, мне кажется, что люди, которые приносят тебе эти новости, они являются, так сказать, слабыми. Они, например, узнали какую-то информацию, и они не имеют в себе того стержня, чтобы удержать его в себе и что-то с этим сделать. Им нужно обязательно передать. Они реализовываются, да. Они передают тебе эту новость. И поднимают свою ценность, как бы. Да, правильно. Они так самореализуют себя, типа, я же добрый молодец, я вот делюсь с тобой, видишь, какой я хороший. Но на самом деле ничего хорошего в этом поступке нет. Например, разрулится эта ситуация, не разрулится. Ну, честно говоря, мне кажется, вот, правда, меньше знаешь, лучше спишь. Конечно, сколько ситуаций, столько и... Сколько ситуаций, сколько людей, столько и мнений. Но я, наверное, все-таки... Я, честно говоря, не знаю. Мне, наверное, никогда не доверяли какого-то прямо вот такого серьезного... Секрета. Да потому что у тебя вода не держится в твоем обе. Кстати, вот, интересный вопрос. Я имею такую способность отфильтровывать все. То есть я чужие эмоции, я очень часто... А я вру. Нет, я правда вру. Что? На самом деле мне очень часто рассказывали какие-то вещи. А я просто-напросто их... Не передавал. Не передавал. А потому что я не хотел быть соучастником. Ну вот, да. Это противно, когда тебя в это вмешивают. А еще вопрос как раз-таки вот этих людей, которые тебе... Одно дело, когда ты случайно узнала об этом. Ты случайно стала свидетелем. Увидела там мужа подруги, да? И такая, блин, черт. А другая ситуация, когда тебе еще один посредник приносит эту информацию или кто-то с тобой делится, и ты такой... Например, что ты в этой цепочке не последнее звено. Знаешь, не про тебя говорили, а говорили про кого-то. И ты можешь пойти дальше. И ты непроизвольно становишься соучастником. Это очень противно. И ты живешь вот с этой фигнёй. Но зато здесь очень легко остановиться. Я здесь очень легко как бы выстраиваю стеклянный барьер. Меня это не касается, это не мое дело. И я тоже такие вещи не распространяю дальше. Но согласишь же, странно, например, общаться... Вот ситуация, например, если ты общался с парой, и ты понимаешь, что у них там что-то не так, но они делают вид, что все нормально. Да, ну это их дела. Ну что странно? Ну как бы... Я, конечно, потом выберу самый мерзкий голос, чтобы сказать, а я говорила, да, но... А будешь ли вообще-то говорить? Да нет, конечно. Ну просто потому, что я уже сама взрослый человек, опытный. Я понимаю, что какие бы ситуации ни были, всегда это вообще... Это вообще никогда ни с чем не связано, да? Никогда нет прямой связи между каким-то проступком, не знаю, грубо говоря, изменой и расставанием. Все можно решить, все происходит почему-то. И уж когда в это вмешиваются посторонние люди, это самое противное, что может произойти. Поэтому, знаешь, когда мне какие-нибудь сплетни рассказывают, ну я, во-первых, да, я легко от этого отгораживаюсь, никогда в это не всягиваюсь. А во-вторых, меня очень обижает, когда я слышу где-то мнение о том, что, ой, бабы-сплетницы, бабы-сплетницы. Да с хера ли, я вообще не сплетница. Мужики, кстати, тоже нормально. И это терпеть не могу, когда на меня вообще распространяют любую статистику. А уж тем более вот такой, ой, девочки любят поболтать, ой, все девочки любопытные, ой, девочки-сплетницы. Не, я не такая. И вот этот тут запрос, знаешь, у некоторых девочек бывает. Ой, расскажи, какие сплетни? Да никаких мне нечего рассказать. Ну, все, я как бы опять же подытожу, что мы как бы не про отношения и про проблемы в отношениях, а именно про то, что рассказывать секреты или нет, и втягивать, просто тем людям, кто любит рассказать секретик, например, кому-то, знайте, что вы этим самым непроизвольно втягиваете человека в это. Он, возможно, этого не хотел, у него даже желание не было, а вы сделаете его свидетелем вот этого. Это все равно, что ты, блин, извините, проходишь мимо дома, а там кто-то спрыгивает, знаешь, например, с него. И ты не хотел быть свидетелем этого происшествия. А ты не хотел это видеть, но ты теперь будешь это видеть и помнить всегда, понимаешь? Это очень страшная штука. В школе мне как-то, я же думал всегда, я всем нравлюсь, понимаешь? Я всем нравлюсь. А теперь только болельщикам Спартака. Нет, а потом мне кто-то сказал, это было давным-давно, но я эту фразу до сих пор помню. Мне сказалось, что, а вот там девочка одна сказала, что ты не нравишься, и ты выглядишь как горилла с длинными руками, короче. А я еще заниматься начал тяжелой атлетикой, набрал так немножко, то есть для того, я был таким. Переименую тебя в телефоне. Горилла с длинными руками. С одной стороны, сейчас смешно, блин, какая горилла, какие длинные руки. Во мне-то метр семьдесят с кепкой набрать бы. Ну да, так себе горилла. Но ты это все равно до сих пор помнишь. Но я помню. И тебе обидненько. Короче, да, ребята, не будьте сплетниками. Сплетники будут вариться в одном котле с кем? С антипрививочниками. И болельщиками Спартака. Все, любим, целуем, обнимаем вас. Погода снова наладилась. А с вами были Настя Балышева. Да, я, кстати, блин, самым главным мне сказал. Моя статья на ленте вышла. Блин, а ты уже прощался, Саня. Ссылка в описании. Так, короче, Настя написала статью для лента.ру, где она рассказала о себе, как она переехала в Германию, как пережила депрессию и как она нашла себя в проекте. В твоем лицо. В твоем лицо. В твоем лицо. Ну все, ребята, теперь точно спасибо вам за внимание. Хорошей вам пробежки, пути на работу и всего остального. Целуем, любим, пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова